Сергей Доброздравен, автор проекта «Сыроедение от А до Я», строец со стажем, автор тренингов и курсов по сыроедению. Сергей устраивает различные мероприятия с участием ученых, диетологов, звезд, на которых раскрываются секреты правильного живого питания. Сергей знает толк в правильном питании. Сергей, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к сыроедению, что потолкнуло, какие силы? К сыроедению я пришел, ну, для начала я стал, ну, это называется, такой классификацией веган. То есть я перестал есть какие-то животные продукты и стал есть больше пищи растительной. И сделал я это, потому что хотел похудеть. То есть у меня была такая проблема, у меня был лишний вес, я не знал, как от этой проблемы избавиться. Я перепробовал все, спортзалы, и вот все, что только можно, мне ничего не помогало. И тут мне попадается книжка Алена Карла «Легкий способ сбросить вес». Я ее прочитываю буквально за одну ночь, и вот она прям полностью меняет мое восприятие всего этого процесса, еды, того, как мы едим, чего мы едим, и вот всего-всего вот этого. Ален Карл для меня тогда был очень сильным авторитетом, потому что за год до этого я прочитал его книжку «Легкий способ бросить курить», после 13 лет перестал курить. Я не бросал никогда и ни разу, здесь просто раз, я читаю за ночь, и утром я уже не перечитываю. И здесь то же самое, раз, и с утра уже я совершенно другой человек, я уже человек похудеющий. В итоге за два месяца без спорта, без всего, мой организм сам брал достаточно большое количество жировой ткани, до ремней-то было примерно вот столько. Вот, то есть я ходил, светился, у меня вообще все было хорошо, я был просто счастлив, потому что вот, наконец-то, я иду, и мимо витрины, когда я прохожу, я не вижу, что вот сперва идет живот, а потом иду я. А к сыроедению, уже спустя полтора года, когда у меня родился ребенок, когда он начал проявлять интерес к тому, что мы едим, ну, вообще к тому, что едят взрослые, у нас было такое понимание, что, ну, как-то не очень естественно и не очень натурально вообще с пищей что-то делать. Ведь никто же ничего с ним не делает, все вот берут и едят как есть, а вот мы почему-то ее как-то вот перерабатываем. Тут вот мы узнали о том, что есть такое сыроведение, ну, как-то мы были к нему не сильно готовы, поэтому полгода мы на него никак внимания вообще не обращали. А вот когда ребенок уже прям конкретно начал проявлять интерес к тому, что мы едим, тут уже мы решили просто попробовать, потому что как-то вот изначально не хотелось его кормить какими-то пюре, кашами, там, еще чем-то. Захотели попробовать, решили на две недели там провести эксперимент, и в итоге у меня этот эксперимент затянулся уже на 4 месяца. Ребенок с самого начала сыроед, это себя очень круто оправдало, то есть он за все вот это вот время, он полет только один раз, как будто он там словил вирус, и за один день его организм, он как-то просто убедил, все равно так, что он уже был здоровый человек. Супер, здорово. Я вот веду двух по здоровому и спортивному образу в жизни, и вот многие стоят вопросы, как же можно вот на сыроедении аналестить мышечную массу, да? Такое вообще возможно? И ты занимаешься вот сейчас спортом? Я спортом, ну да, я спортом занимаюсь, но я занимаюсь больше для себя, то есть вопрос как нарастить именно массу, он больше не ко мне, он больше именно тем, кто этим занимается, конкретно. Я этих людей знаю, мы с ними работали, они у меня наступали на мероприятиях, мы с ними периодически проводим какие-то совместные тренинги, и в общем-то да, это возможно, и это не там чудо какое-то чудное, дивное, дивное, это вполне нормальная история. Валентина Замияка, в общем-то сыроед, бодибилдер, он берет такие формы, которые мы и мужчины позовем, достаточно серьезные, луки, плечи, все. Андрей Чернов, то же самое сыроедный турист, он берет гвоздь вот такой вот, сотку, и вот так вот раз, ну где-то там, ну не знаю, может секунд за 20 минут, он его сжибает в узелок. Пожалуйста, да, он сыроедет два с половиной года, то есть вот его, пожалуйста, сыроедет. Сергей, ты здесь сейчас проект свой, ты рассказываешь людям о сыроедении, в твоих проектах участвуют врачи, да, биохимик, ученые различные, и много качественных полезных информаций ты даешь людям. Я, собственно, прошел за проект, и он мне также помог, этим сыроедением, вот. Считаешь, что все-таки будущее за теми, кто пытается традиционной пищей, или за сыроедом? Смогут ли люди принять сыроедение в будущее? Ты знаешь, я тебе так скажу, будущее всегда за толпой. Вот, то есть здесь толпа, которую надо куда-то везти, она сама не может вот организоваться. Всегда есть люди, которые эту толпу ведут. Вот сейчас, если посмотреть на тех людей, которые находятся по голове государств различных, каких-то движений, течений, это люди, которые очень близки именно к натуральному питанию. Это сильно не пиарится, но пусть мясо не ест. Это сильно не пиарится, но медведев мясо не ест. С Клинтом мясо не ест. Джордж Бух-младший мясо не ест. И вот, очень многие люди, они как раз-таки очень близки именно к натуральному питанию. Натуральным, максимально здоровым. Рашид упарился, кстати, это глава МВД, был у нас вот, бывший. Глава Министерства внутренних дел. Все силовики этой страны, самой сильной страны в мире, находились под ним. Он вегетарианец. Он, кстати, Путин, это и в итоге сразился. Поэтому это никогда не выйдет в такое массовое потребление, и вегетарианских послужбов не будет столько же, сколько Макдональдс. Но и не все способны это понять. Для многих людей проще жить так, как они живут. Проще оставаться в состоянии белого шума, в состоянии потребления. Вот я сижу в кресле и давайте вкачивайте меня. Чего я должен есть, в какой активе я должен запить, какие потом я должен выпить таблетки, куплю клинику, мне потом идти лечиться и тому подобное. То есть массовым это не станет. Но это в любом случае будет разрастаться, и все люди, которые находятся у какого-то руля, они это понимают, и они к этому будут стремиться. Вот так, это здорово, я не знала некоторых фактов. Вот я как будущая мать, в том числе, хочу спросить такой вопрос. Вот твоя жена переходила на строение, когда она была беременна, да? Нет. На строение она перешла уже, когда ребенку было полгода. Когда она была беременна, она переходила на веганское преимущество. Поняла. Ну, второй ребенок, потому что сыроедение? Ну, она на сыроедение на 100% так и не перешла. То есть она, у нее там какой-то процент еды в районе он будет. Ну, я вот сегодня уже сказал, да, кто такие сыроеды. То есть, в принципе, можно сказать, что человек сыроед, просто, но не 100%. Какой процент в районе еды он присутствует. Вот при переходе к строению женщине будет проще, заботиться о здоровье, заботиться о здоровье, заботиться о здоровье не мешает, и вообще будет ли болеть, и она, и ее? Будет все, ну, по идее, как оно должно быть, в большинстве случаев, все намного проще становится. Опять же, мы не должны забывать про то, что есть естественный отбор, а особенно вот тема рожанки детей, это особая тема. Здесь нужно внимательно к этому относиться, нельзя просто, а, я тут перестану мясо есть, и рожу кустам. Нет, должно быть не так. Можно, может, проскочить все, да, вот 95% что все будет нормально. Но 5% есть. Никому не хочется в эти 5% попасть, поэтому здесь мы очень-очень аккуратно к этому относимся. Но, что вообще будет происходить? Произойдет то, что у ребенка не будет большого количества подкожного жира лишнего, поэтому сам плод будет меньше, ему пройти будет через здоровье, и легче. Это первое. Второе. Эластичность тканей самой матери тоже увеличится, поэтому никаких разрывов там или еще чего-то, как обычно у женщин во время родов, там потом их зашивают, еще сидят, помним. Вот этого тоже не случится. То есть, роды сами, они действительно происходят намного более просто, быстрее, и без каких-то там вот этих адских мучей. Но здесь есть еще несколько моментов. То есть, если роды действительно натуральные, то есть, если там без какого-то лишнего вмешательства акушеров, это тоже играет роль достаточно серьезную. Вмешательство акушеров должно быть только тогда, когда уже все видно, что-то идет не так, серьезно, и они вот уже на грани находятся. Тогда да. А если просто вот всем подряд прокалывают там пузырь, например, ну это неправильно. Это может, в свою очередь, привести к каким-то проблемам, и не вегетрации усвоения, а именно вот эти действия лишние. Поняла тебя, спасибо. Сергей, скажи, пожалуйста, как ты относишься к закаливанию организма? Закаливаешься ли сам? Ну, к такому закаливанию, как вот прыгать голой попой в прорубь, я пока до такого не дошел. Но, что я, по крайней мере, стараюсь сделать, я стараюсь просто не кутаться. Я это вижу тоже на примере детей с вами, и на собственном примере. Если вот, допустим, как вот у нас обычно, дождик пошел осенью, сразу ты видишь людей, которые аж пуховики на себя надели, с этими вот меховыми шпортниками. Да, просто такое. Возникает сразу вопрос. Или вот на детей смотришь, на улице там только солнышко в сентябре скрылось, а ребенок уже вот тут все вон в скапанде, в таком упакованном, а ты вот у глаза с носом, тушеные шахты какие-то там вот эти вот. И возникает вопрос такой, а когда будет минус 30? Вы его в капсулу, что ли, поместите какую-то? То есть вот поменьше кутаться, когда, я вот не знаю, у меня нет там как будто обливания холодного душа, еще что-то. Я просто вот так хожу по улице, даже когда вот холодно стало, и за несколько дней ты уже привыкаешь. То есть тебе уже не, тебя не забили, тебе не холодно. Все, ты так пришел? Сюда я приехал, вот у меня есть еще плащик. Ну, я вот сейчас отсюда, да, когда уеду, у меня будут просто дороги висеть. Вот, все. Хорошо, здорово, здорово. И твои рекомендации нашим зрителям и читателям по поводу правильного перехода на сыроедение? Ну, моя рекомендация, самое главное, всегда всем зрителям, всем читателям, которые переходят на сыроедение, это рекомендация, ну, под которой есть как раз залог успеха, или наоборот неуспеха, всего вот этого сложного мероприятия. Ну, во-первых, это непросто, да, вот когда мы видим, там кто-то говорит, а, вот, так здорово, так просто, берешь и все, яблочко протер, сделал и отлично. Это нифига не так просто, если бы это было так просто, то не то, что я бы не собирал, да, какие-то мероприятия крупные, люди бы не приходили на эти мероприятия, а люди приходят, потому что и непросто. Люди приходят и на форум врачей сыроедов, и на фестивали сыроедной кухни, и просто на тренинги, на мастер-класс, потому что это действительно, ну, это серьезная заморочка. Поэтому вам надо 10 раз подумать, готовы ли вы к этой заморочке, и вам нужно точно понять, для чего вам это надо, зачем это вам нужно вообще. Потому что если я вот хочу в сыроедении просто для того, чтобы там самовыразиться, как-то выгибриться, все, забейте на это дело сразу, потому что от этого будут только проблемы. Если же вам в сыроедении нужно действительно для чего-то вот конкретного, и вы понимаете, для чего именно, тогда переходите. Все, а все остальное, все остальные рекомендации вы можете найти в интернете, на ютубе, во вконтакте, на фейсбуке, там огромное количество групп, огромное количество каналов, на моем канале есть видео, вот так вот, всей жизни не хватит уже, чтобы это все просмотреть, про строение. Так что все остальное вы найдете в интернете сами. Сергей, спасибо тебе большое за интервью и развитие твоего проекта, и с претом. Да, до здоровья. Спасибо, спасибо тебе за то, что ты тоже присоединилась к этой теме, потому что тему надо развивать. Да, и спасибо вам за то, что вы развиваетесь, за то, что вы смотрите эти видео, и вот всячески, вы развиваете себя, а через себя вы развиваете менять окружающий вас мир. А это нам всем выгодно, потому что нам здесь детей оставлять. Спасибо вам, и до новых встреч, пока. Спасибо, пока. Друзья, чтобы оставаться в форме, подписывайтесь на мой канал вот здесь. Я всегда рада вашим комментариям, оставляйте ваши комментарии вот здесь. До новых встреч!